На Ставрополье сильные дожди приближают гибель целого поселка. Две сотни жителей хутора Керамик рискует уйти под воду. Река Кубань уже несколько лет подмывает берег и обрыв неминуемо приближается к домам. На жалобы населения власти разводят руками. Избежать катастрофы можно, но денег на это нет. Что делать с людям, которые живут в шаге от пропасти, выясняла Анна Курбатова. Как проклят этот хутор. Жизнь над пропастью. Это будни почти 200 человек в Ставропольском хуторе Керамик. 50 из них живут в постоянном страхе уйти под воду. Их дома ближе всего к обрыву. Страшно падает, страшно спать. Все слышно, посуда гремит, стекла гремят. Вот моя хата. Там и месяца не хватит, как мы упадем. И никаких решений нет. День за днем земля уходит из-под ног. И это не метафора. Сильнее дожди, сильнее течение, значит сильнее и обвалы. С какой скоростью рушится берег отсюда наглядно. Еще 7 лет назад вот здесь везде были колхозные поля, а тут росла дубовая роща. Год назад граница обрыва начиналась там, где сейчас заканчивается проселочная дорога. Сейчас до ближайшей постройки всего лишь 5 шагов. На снимках из космоса видно, как текла река в начале 2000-х, а как теперь. Потоки воды несут много песка, гравия. И примерно раз в десятилетие намывают целые подводные острова, которые потом приходится обтекать. Так изменилось русло. Она основно валится, когда начинает прибывать вода. Прошли дожди в горах, подъем в воду пошел. Вот этот песок вымывается, и глина падает. В руках у жителей увесистая папка, переписка с чиновниками. Ответ из краевого Минприроды. Чтобы избежать катастрофы, нужно укрепить дамбу и прорыть новое русло. На это подсчитали нужно около 30 миллионов рублей. Решение получается есть, но в ходе интервью заместитель министра вдруг говорит, полномочий на проведение работ нет, потому что противоположный берег в Краснодарском крае. Все, чем могут помочь людям, объясняют писать письма федеральным коллегам. А как давно вы пишете об этом в Министерство природы России? Ну, вся переписка уже второй год. И что оттуда отвечают? Оттуда отвечают, что дали поручение Кубанскому бассейну водному управлению с предложениями обратиться к ним, потому что федеральные деньги, они должны рассчитать и сами все это сделать. А Кубанское водное управление что? Я об этом объекте пока еще от них не услышала. В данном случае нужно не писать, а просто-напросто пройти свою часть пути. То есть подготовить документы и сделать заявку в Росводресурс. На сегодняшний день мы не получали ни заявки, ни соответствующих документов, которые можно рассматривать. Большинство из живущих здесь в отчаянии. Идти некуда. Возможно, от надвигающейся катастрофы людей спасло бы переселение. Но и такого решения пока нет. По телефону глава администрации сельсовета Андрей Серцов уверяет, до ближайших домов еще далеко. А до ближайших жилых домов, по вашим сведениям, там сколько? Метров? Ну, я думаю, не менее 300 еще метров до ближайших домов. Вопрос о переселении, как бы, ну, с нашим бюджетом мы не можем рассмотреть вопрос о переселении. Вот, это вопрос, как бы, можно сказать, по большому счету не по адресу даже. Бюджет нашего муниципального образования 25 миллионов. Вот представьте, 12 миллионов забирает культура. Каким образом мы можем переселить людей на этот наш бюджет? Предусмотрено, что непригодными для проживания может быть признано жилые помещения, которые расположены в опасных зонах. Назначается международная комиссия, выезжается, обследуется, дается заключение, то есть пригодно-непригодно, ну и, соответственно, потом уже предоставляются жилые помещения. Отказ, либо бездействие, либо если затягивается процедура, должно быть обжаловано судебным органом. Как показывает судебная практика, рассмотрение дела может занять не менее двух месяцев. Между тем, хутор «Керамик» местные жители уже начали называть Ставропольской Атлантидой. Веры в спасение у людей с каждым днем все меньше, как и расстояние от их домов до обрыва.